Бенди 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 Я убью тебя, убью тебя, сволочие Мэк Мэк Бrie, быстрее за ним, посстальное к вертолёту Нет,нет, я пойду за ним Встать с тобой, люди в моём духе Ну скажем так, мне придла своя дурная привычка Вводить сюда людей Ты не сможешь победить себя в этой войне делом Так, 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 так Все, все Прошла ровно одна минута, но минуту 10 секунд И, как я вам обещал, все провода разованы Смотрите, блок питания отдельно Видеокабель отдельно Этот шнур отдельно Все отдельно, видите, полный порядок Так что теперь мне осталось навести порядок в ваших головах Потому что я знаю, что там полный царит беспорядок Что вы только не ищете среди компьютерных игр Чего вы только не рассказываете друг другу Вы думаете невероятные истории о том, что существуют игры, которых на самом деле в природе нет Ну, это, естественно, свойственно в вашем возрасте Я вас за это, конечно, не корю И вы догадались по фрагменту из этого фильма Что это будет игра, страшная игра, хищник Ну, на самом деле, игра не очень страшная, а интересная Создатели игры специально сделали картридж такого вот коричневого цвета Чтобы хоть немножко как-то его отделить от этих вот милых розовых, голубеньких и желтых картриджей Да, это игра про страшную борьбу Арнольда Шварценеггера Который в восьмибитном формате стал такой маленький-маленький Со всякими гадами Давайте посмотрим, что это такое и с чем это Яд Поехали Хищник на восьмибитке Наконец-то Знал бы бедный Арнольд Шварценеггер В каком миниатюрном виде предстает он перед игроками на приставках Дэнди Сразу бы изменил о себе мнение Не такой уж он огромный и мощный мужик, как оказалось Разглядеть его мускулатуру может только острый детский глаз Но у наших игроков именно такие глаза и есть А поэтому вперед за нами В погоню за коварным инопланетянином Задумавшим разорить нашу бедную беззащитную планету И насадить на ней свои порядки Не позволим, не допустим и не пустим Известный лозунг запретителей всех стран Держать и не пущать Здесь дополняется еще одним, пожалуй, самым главным Стрелять Каждая буква в этом слове Стрелять за главное То есть игра Это по нашей классификации Называется стрелялка Но не из самых дымных Чуть не упрыгал от меня Шварценеггер В восьмилитном формате в игре Proidator Хищник Вам понравилось? Я надеюсь, что... Да, мне она очень понравилась Я ее пошел до конца Рекомендую и вам Это у вас не так много времени займет Но удовольствие получите колоссальное Точно такое удовольствие, которое получил Арнольд Шварценеггер в фильме Я предлагаю вам переметнуться в более светлую, в более красочную и праздничную атмосферу и взять в руки картридж Чип и Дейл Сначала у меня была мысль показать вам фрагмент из мультфильма, чтобы напомнить, о чем идет речь Но Право же Нет у нас в стране ни одного ребенка, который бы не видел этих замечательных приключений Двух хомяков или бурундуков Которые бегают по городам и весям американской страны И наводят там справедливость и всяческий порядок Итак, Чип и Дейл, Rescue Rangers Спасатели Чип и Дейл, часть вторая Не так давно появился картридж продажи Поэтому я уверен, что немногие из вас еще его видели, а уж тем более немногие играли Давайте поиграем вместе Чип и Дейл Приставочку включаем Кнопку старт нажимаем Лазеры, аэропланы, гонки в тряске Эти замечательные проникновенные строки из мультипликационной песенки Сами собой приходят на ум до того, как вы включили картридж А когда картридж вставлен в приставку, оказывается, что Том и Джерри живет и побеждает Не правда ли похоже? Rescue Rangers Спасатель Именно две буковки R и R на кубиках, видите Означают это понятие Так вот, так вообще называют в Америке Откуда родом наши герои Провинциальных полицейских И форма Чипа оттуда же Такая широкополая шляпа и меховая курточка пониже спины Правда, в отличие от американских провинциальных полицейских У Чипа нету никакого оружия Все, чем он может располагать, это вот эти таинственные ящики с непонятным содержимым Но, впрочем, довольно эффективно побеждающие возникающих то тут, то там противных мышей с ложками Мышь, кстати, тоже можно поднять и здорово бросить Я очень люблю смотреть вашу передачу И часто записываю программу на пленку И по разу каждый день смотрю ее Представляете, какой остроумный Сережа Дегтярев Так вот, он в своем письме спрашивает Кстати говоря, это очень близко к теме нашей сегодняшней передачи Как во втором уровне игры Чипа Дейл 2 пройти коридор в канализации И подняться наверх, где кнопки, чтобы их нажимать Вот не знает парень, как пройти коридор, чтобы подняться наверх и нажимать на кнопки Признаемся сразу Мы не смогли найти то место в игре, о котором нас просил рассказать наш зритель Ну что ж, тогда посмотрите, как дойти до самого главного в этом уровне Тоже пригодится Ну вот, мы закончили рассказ о 8-битных картриджах И сейчас самое время нам прогуляться с вами, знаете куда? Знаете! Мы сейчас с вами поедем в магазин Дэнди на Красной Пресне И посмотрим, какая там обстановка, в связи с тем, что появилась приставка Супер Нинтендо В связи с тем, что у многих все-таки дома, да почти у всех, стоит Дэнди Джуниор и Дэнди Классик И вообще, очень интересно знать, что происходит там, где нас сейчас нет Вперед за мной! Ага! Это, кажется, Денис Панов пришел в магазин Дэнди искупаться Я даже сказал бы, помыться в лучах собственной славы Привет! Ты что здесь делаешь? Моешься в лучах собственной славы? Не, на самом деле я здесь провожу профилактическую работу С продавцами Медосмотр? Ну да А что ты с ними делаешь? Проверяю их, как они работают Объясняю новые картриджи Супер Нинтендо Я уже все успел посмотреть Все? Да, теперь нужно объяснить продавцам Что к чему, чтобы они могли объяснить покупателям Что, как и чего, если возникнут проблемы То есть без твоей помощи они не обойдутся? Конечно Не, ну они могут там сидеть, часами играть, что-то такое тоже там понимают У них времени на это не остается Зато у посетителей многочисленных магазинов Дэнди в Москве Времени хоть отбавляют Стоят они у прилавков Глазеют на картриджи с приставками Иногда дают интервью нашей программе Как тебя зовут, скажи пожалуйста Игорь Что ты здесь делаешь в этом магазине сейчас? Смотрю кассеты У меня американская обычная Не американская, а какая-то японская приставка Не Дэнди Но я Мне мама хочет на Новый год купить Супер Нинтендо О, какие мамы пошли добрые Смотрите, какую маму не возьмешь Обязательно хочет купить на Новый год Супер Нинтендо А мама знает, сколько она стоит? Да, я ей сказал Мама сразу упала или немножко постояла? Нет, она не падала Да? Серьезно? Да А почему именно Супер Нинтендо? Ведь есть и другие 16-битные приставки Я не знаю Мне Супер Нинтендо понравилось очень Она тебе как понравилась? По рекламе или по нашей передаче? Или здесь в магазине? Ну я здесь в магазине посмотрел Мне очень понравилась даже она Ну еще бы Как может не понравиться такая прелесть? Цены, конечно, кусаются Но приходите в предновогоднюю неделю Вам понравится цена В нашей прошлой программе Мы объявили конкурс Получили много ответов Но почему-то в каждом письме Написано, что в этом головном уборе Я похож на дурака Мне этот ответ не нравится Мы ждем ваших новых писем А самых любоумных Нет, это не Юрский парк Это компьютерный центр по обработке данных Фирмы Дэнни И в руке у меня очередной приз Для нашей компьютерной лотереи Это картридж Чипа Дэйл 2 Вторая серия приключений двух бурундуков Сейчас я возьму кнопку на компьютере И через несколько секунд Мы с вами узнаем фамилию этого счастливца Внимание на экран Кулагина, ТБ, Москва, Мичуринский проспект Дом 31, корпус 1, квартира 92 Татьяна Борисовна Кулагина Вот по счету мне кажется Что как пить дать именно так Зовут обладательницу приставки Дэнди Джуниор Дэнди Классик Или любой другой приставки Которую она купила в магазинах Дэнди Она отправилась в регистрационную карточку И выиграла в нашей электронной лотерее Чип и Дэйл, часть вторая Татьяна Борисовна, это вам Злорадно усмехаются обладатели Редкие еще пока обладатели приставки Супер Нинтендо В волнении потирают руки те, кто собирается ее купить И с огромным любопытством и интересом Смотрят сейчас наш сюжет Те, которые пока даже не мечтают об этом По многим причинам Итак, у меня сегодня три игры Для рассказа об играх для Супер Нинтендо Это Супер Проботектор Восстание Восстание пришельцев Это Попен Твин Би Пчелы-близнецы И Бабси Вот какой из них выбрать Я не знаю, сейчас закрою глаза Помешаю Сейчас слова не смотрю, клянусь И вытаскиваю вот эту игру Ну что ж, пусть это будет Бабси Фирма Эколейт создала эту прелесть в 1992 году На радость любителям непонятных видов животных Ну действительно, сначала мы пытались определить, кто это такой И все в один голос кричали Это кролик, кролик Ну что ж, судя по хвосту, это действительно кролик Ну тогда, где же уши? А если это котенок, то где хвост? Да, действительно, мы не правы Именно в этом упрекнул нас герой нашей игры и все сначала Кстати, о том, что это все-таки кошка Говорит тот факт, что клубочки, которые он собирает Дают ему жизнь, энергию и всякие другие блага Ну а кто любит играть с клубками? По-моему, кошки Заметили, что игра немножко напоминает, очень обдаленно, конечно Вашу любимую старую приятельницу Тинни Тун Но разве сравнишь? Разве может подняться язык сказать, что это то же самое? Кстати, когда игроки играют в Супер Нинтендо Они, как правило, не успевают замечать то, что происходит на заднем плане Уж очень они увлечены самим героем А вы посмотрите-ка Ну вот, уровень пройден Мы получили 77 клубков И немножко дополнительного времени Ловким и правда Ну а это уже следующий уровень И тоже очень сложный и интересный Посмотрите, как неприятно попасть в этот водопад И катиться вниз в струях холодной воды Правда, по дороге удается ухватить пару клубков Но гораздо больше потерять А вот мы и летать умеем Нет, это явно не кошка и не кролик А что мы голову ломаем? Знаете, кто это? Да бабси это! Бабси! Вы, наверное, заметили, что мы немного дольше показываем теперь игры Потому что в ваших письмах мы сплошь и рядом встречаем один тот же упрек Вы очень мало показываете саму игру И мы не успеваем как следует в нее влюбиться Да влюблять нам не жалко Ну, что мы сказать Красивая веселуха, веселая красота Бабси в формате Супер Нинтендо Не самый дорогой картридж, но и не самый плохой Дальше Опять, да что-то тоже решать Давайте из прекрасных веселых приключений Погрузимся в страну, где все друг с другом дерутся Кидаются огненными шарами, молниями, клещут друг друга по голове Всякими цепями И стреляют из многочисленных лазеров и эквалайзеров Итак, Супер Проботектор Alien Rebels Восстание чужих Это так громко звучит Супер Проботектор А на деле это очень сильно улучшенное Но знакомое до боли Супер Контра Конечно, узнаете любимых орлов? Мы уже, кажется, отмечали, что в последнее время Вся игровая индустрия мира Начала возвращаться к старым персонажам Вдыхая в них новую Супер Нинтендовскую жизнь Так и здесь Принцип остался тем же Супергерои, оснащенные самым современным оружием Отвоевывают каждую пять родной Земли у мерзких врагов Дело, конечно, происходит не на Земле А в разных измерениях и в разных уголках космического пространства И даже в разном времени Количество уровней и разнообразные возможности, которыми наделены персонажи Позволяют вам долго и упорно тыкать кнопки в поисках новых приключений И если восьмибитную контуру умелец может пройти минут за тридцать То с проботектором придется повозиться раз в десять больше Не верите? Но разве не для этого мы берем в руки джойстики? Именно для этого Супер Проботектор В формате Супер Нинтендо Супер Нинтендо Ну а это главный враг, скажете вы и ошибетесь Это всего-навсего его маленький слуга А можете себе представить босса? Я лично не могу Посмотрите какой эффект Сейчас будет обалденный эффект Совершенно необычно для игровых приставок Просто кинематографический момент Самолет летел прямо на нас Ну и естественно от брошенных бомб Все вокруг запылало, заполыхало Будем как-то с этим бороться Мне очень понравились в этой игре гнутые пули Видите, как они не ровно летят, а по неизвестным траекториям При определенном мастерстве Можно, чтобы они делали мертвую петлю Но это только под силу профессионалов И на закуску игра для девочек Я все время стараюсь не забывать об их интересах И кое-что рассказывать специально для них Так вот, игра Twin Bee, пчелы-близнецы Именно для тех, кто не любит стрелять Любит гоняться, а любит красивую музыку Красивую картинку и веселые приключения Так, Twin Bee в формате Супер Метель Ну как же, скажете вы А ведь вот же, стреляют Да нет, дело в том, что это безобидная стрельба При помощи этих серебряных пуль Герою игры удается выбить из облаков Колокольчики, которые дают ему энергию и жизнь Twin Bee, пчелы-близняшки Нектара не собирают и вулии не несут Собирают они энергию и пуляют ею направо-налево В соответствии со своими образами А образы у них симпатичные Роботы с цветными крылышками Как бы даже самолетики Действие игры происходит в небесах А под крылом самолета О чем-то поет И зеленое море тайги И ананасы, и бананы И города, и веси Все, что хотите И единственная задача игры Попытаться как можно дальше пройти Не попав под врагов Да и врагами-то их назвать нельзя Посмотрите, как в этой игре все мило и чудно Интересно, что благодаря пчелиной природе героев Создатели надеялись привлечь на свою сторону Представительниц слабого пола Которым уже опостылили все эти драки и стрельбы И вы знаете У меня есть информация, что это им удалось 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 К вопросу о полном 16-битном процессоре Посмотрите Невозможно посчитать Сколько в кадре Движущихся предметов одновременно Посмотрите И надписи И облака И вода Посмотрите на этот водопад В нем одном Порядка 200 или 300 движущихся точек И все это 16-битный полный Супернинтендовский процессор Нет нужды говорить Что надпись Континью Которая мигает в правом верхнем углу Нашего экрана Означает Что есть возможность Подключения второго джойстика А значит И игры вдвоем Но, как вы понимаете Я двумя руками играть Пока еще не научился Ну что ж Если вам понравилась игрушка Постарайтесь запомнить ее название Чтоб без труда отыскать в магазине Твин Би Пчелы Близнецы Видите Пока шла наша программа Мы переключали провода Туда-сюда Из одной приставки В другую В наш видеомагитофон В телевизор И они опять запутаны Но это не беда Придет новый день Придет новая программа И все встанет на свое место Пока Все любят Бензи 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 Играет все